Уважаемый Бастрыкин Александр Иванович, я Губанова Олеся Леонидовна, операционная медицинская сестра Сургутской клинической травматологической больницы. Обращаюсь к вам в очередной раз с криком о помощи. Несмотря на то, что вами под контроль взяты уже несколько уголовных дел, связанных с незаконными деяниями в Сургутской клинической травматологической больнице, на деле происходит следующее. Возбуждено уголовное дело по факту использования изделий медицинского назначения с истекшим сроком годности. Следствием до сих пор не установлены подозреваемые по делу. Само расследование явно затягивается. Я предполагаю, что это все делается, чтобы упустить истечение сроков привлечения к ответственности. Дело по заявлению о нарушении в больнице в сфере государственных закупок непонятно для чего соединили с расследованием по просрочке. И проверка на настоящий момент затягивается. Очевидно, что для администрации больницы и следственного управления по городу Сургуту невыгодно, если будут раскрыты громкие должностные, а возможно и коррупционные преступления. Дело пытаются замять для того, чтобы виновные вышли сухими из воды. Как было уже в деле с доведениями наших сотрудников, коллег, медицинских сестер, которые закончили жизнь самоубийством. Прошу вас взять не только под личный контроль эти дела и забрать их для расследования в центральный аппарат. Я считаю, что Следственный комитет по городу Сургуту не в силах расследовать эти дела ввиду их возможной заинтересованности в исходе этих дел. Также я попадаю сейчас под влияние, негативное влияние руководителя Следственного комитета по городу Сургуту Ермолаева, который сегодня в ходе личного приема заявил мне о том, что все мои написанные заявления, указал, что их было 15, их было на самом деле гораздо больше. То есть не только в Следственный комитет, но и в УМВД, и в другие органы не нашли своего подтверждения. То есть он, по моему предположению, просто обвинил меня, что я принесла заявления, в которых указала недостоверные сведения. То есть статья 306 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также, Александр Иванович, я неоднократно обращалась к вам о приеме меня на личный прием к вам, где бы я могла изложить все мои доводы, предоставить доказательства о тех нарушениях, которые совершает руководитель по Следственному комитету Ермолаев, и предоставить достоверную вам информацию. Но на данный момент я этой возможности лишена. Так как неоднократно я обращалась в информационный центр, где очень активно удаляли все мои обращения и смс-сообщения, я звонила по указанному номеру в город Москву. Это продолжается уже порядка полтора года. По настоящий момент мне такая возможность, к сожалению, не предоставлена. Прошу у вас помощи, прошу у вас содействия в защите меня как свидетеля, заявителя. Просто прошу меня услышать.